Что такое Канбан? Как создать систему точно вовремя, just in time, с помощью Канбан? Как управлять задачами с использованием досок Канбан? В чем кардинальное различие в управлении на принципах Канбан от традиционного подхода? Обо всем поговорим, так что посмотрите это видео до самого конца. Всем Лина, я Сергей Лити, эксперт по березолевому производству. Прошу вас поддержать канал Лити Про, это очень легко. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок на канале. Поставьте лайк, напишите комментарий, сделайте репост. Спасибо! Слово Канбан все чаще применяется в различных компаниях и получил особый всплеск интереса в области разработки программных продуктов. Канбан слово японское. Я встречал два перевода, я честно не знаю, какой из них верный, возможно оба. Первое значение это карточка, второе это рекламный щит, вывеска. Оба этих значения очень близки методике применения Канбан. Прежде всего необходимо говорить именно о системе Канбан, а не конкретной форме карточки или доски Канбан. И мне кажется, большинство людей, изучающих доски Канбан, не понимает в чем же ключевая идея их. А она заключается не просто в визуализации информации по движению материалов или задач в потоке. Впрочем, забегая вперед, обо всем расскажу в конце видео, так что посмотрите его до самого конца. Канбан как система организует управление производством и снабжением на принципах точно вовремя. Концепция разработана и впервые в мире реализована фирмой Toyota, который в 1959 году начал эксперименты системы Канбан. А уже в 1962 году был начат процесс перевода всего производства на принципы Канбан. Разработанная в компании Toyota система Канбан основывается на использовании карточек в качестве сигнальной информации, дающей распоряжение на передачу или производство определенного количества элементов поставки. Идея очень простая. Давайте посмотрим пример. Заготовительный цех является поставщиком для сборочно-сварочного цеха. Сборочно-сварочный цех обреляет свою потребность в текущий момент и передает заготовительному цеху карточку Канбан. И только после этого заготовительный цех начинает производить необходимое количество номенклатуры. Именно той, что необходимо в данный момент. Как видите, идея сама очень несложная. Именно так работает система вытягивания. И здесь необходимо сделать небольшое отступление и рассмотреть две основные полярные формы организации производственных процессов. Вытягивание и выталкивание. Выталкивание наиболее распространенная форма организации цепочки создания ценностей. И хорошо всем знакомо. Это организация производственных процессов на основании плана прогнозного значения выпуска. Отдел сбыта прогнозирует объем продаж. Затем делается план производства на месяц. Что же дальше происходит? Вот у нас поток создания потребительской ценности. Заготовительный цех выпускает в продукцию в точном соответствии с планом. И вне зависимости от того, что в данный конкретный момент нужно сборочно-сварочному цеху. Заготовительному цеху не так уж важно, готов ли вообще сборочно-сварочный цех принять продукцию. Он выполнил предписанный план. И передал. Вытолкнул продукцию дальше по потоку. Точно так же поступают все следующие переделы ниже по потоку, вплоть до склада готовой продукции. И далее, в соответствии с тем, насколько был точен прогноз продаж, продукция отгружает, ну или зависает на складе. В данной системе решение принимает поставщик. И это называется организацией потока на принципах выталкивания. Вытягивание основывается на иных принципах. В нем решение всегда принимает клиент, потребитель. Рассмотрим пример. Сборочно-сварочный цех на основании оперативных данных определяет свою потребность в заготовках. И размещает канбан производства в заготовительном цехе. Который производит в точном соответствии с канбан продукцию. И передает в ее выговоренный срок сборочно-сварочный цех. Несмотря на то, что идея вытягивания кажется чрезвычайно простой. В реальной организации производственных процессов это реализуется очень сложно. Если речь идет именно о повсеместном, тотальном применении вытягивания. Применение вытягивания приводит к резкому снижению всех видов запасов. Будто то сырье, материалы, незавершенное производство или готовая продукция. Ведь в системе ничего не закупается или не производится про запас. Или без подтвержденного спроса. Выталкивание и вытягивание два противоположных способа организации потока. И тот и другой возможен. Надеюсь, что вам стали понятны, чем они отличаются. Прежде чем продолжить, у меня к вам просьба. Поддержите канал Литя Про. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок. Поставьте лайк и сделайте репост этому видео. Напишите комментарий. Спасибо. Одним из инструментов вытягивания является канбан. Пожалуй, можно сказать, что он является основным в бережливом производстве. Канбан в абсолютном большинстве случаев это карточка, но не всегда. Которая может отразить различные сведения об элементе поставки, вытягивающую систему. Например, это может быть наименование, различные коды, шифры, тип тары, количество, ручье место, которому должна быть доставлена продукция и прочая важная информация. Карточки канбан как правило оборотны, то есть используются в множество раз. Хотя это, конечно, не обязательно. Необходимо учитывать правила канбан. Первое. Процесс потребитель, клиент заказывает продукцию в точном объеме указанного канбан. Процесс поставщик производит или передает продукцию в точном объеме и последовательности указанных в канбан. Без канбана продукция не производится и не передается. Ко всей продукции на участке внедрения всегда прикрепляется канбан. Пятое. На последующий процесс не передается дефектная продукция. И шестое. Для сокращения запасов следует аккуратно уменьшать число канбан. Различает два вида карточек канбан. Канбан производством. Он дает распоряжение на запуск выпуска указанного в нем вида продукции. Канбан отбора. Он дает распоряжение на передачу вытягивающей систему уже имеющихся объектов. Канбан это очень простой, наглядный, логичный инструмент вытягивания. В последнее время все большую популярность канбан пролетает в контексте управления проектами, разработкой программных продуктов. В таком случае чаще всего упоминают доски канбан. Я сам очень активно применяю доски канбан в своей работе и сейчас все расскажу о методологии. И расскажу, почему многие не понимают до конца важнейший смысл философии канбан. Посмотрите это видео до самого конца и узнаете, не совершаете ли вы ошибки в применении канбан метода. Напоминаю вам поставить лайк и сделать репост с этого видео. Спасибо! Доска канбан имеет очень простую логическую структуру. Она всегда имеет три больших зоны, которые могут детализироваться. Но впрочем, начнем от самой простой формы. И она содержит три зоны. Планируется, в работе и закончена. Карточки канбан могут отражать сведения по задаче, продукту или по какой-то части продукта. Созданная карточка канбан мигрирует, переходя из одной зоны в другую по мере жизненного цикла задачи или продукта. Поставили задачу в план работы, разместили ее в соответствующей зоне. Начали над ней работать, карточка переходит в следующую зону. Закончили, она в зоне завершена. Доска канбан может отразить более сложные структуры потока. Например, зона в работе может быть разбита на отдельные этапы работы. Детализировать доску канбан можно по делам, переделам или людям. В чем же заключается ключевая идея управления задачами на основании методологии канбан? Дело в том, что число карточек канбан ограничено. Нельзя запланировать, то есть запустить в работу больше задач, чем число канбан. То есть невозможно поставить сотруднику задачу, пока он не закончил предыдущую. Система канбан, ограничивая поступаемое одновременно количество задач в систему, побуждает концентрироваться на увеличении скорости прохода задачи по потоку. Система выталкивания задач концентрируется на входе, на увеличении количества задач, поступающих в систему. Вытягивание или канбан концентрируется на выходе, на увеличении количества задач, выходящих из системы, завершенных. Я сам, команды проектов, с которыми я работаю, активно используют Kanban для управления задачами. Всем рекомендую! Используете ли вы в своей работе Kanban? Напишите в комментариях, вспомните про лайк и репост этого видео. А на сегодня это все. Вы лучшая аудитория. Увидимся!